Дорогие друзья, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы будем делать все домашние дела, испечем шоколадный кекс, приберемся в детский. В общем, такой день происходит у каждой мамы. Мама молодой, неважно какой у вас возраст. Эта рутина касается каждого из нас. Я сегодня хочу показать вам такое видео. Видео моего дня с малышом. Как я упираюсь, как я нахожу время и силы для того, чтобы поддерживать свой дом в чистоте, в красоте, в уюте, а также успевать еще и готовить. Приятного просмотра! Сейчас я быстренько пропылесосила в зале местечко, расложила коврик детский и перекладываю свою доченьку играть. И пока она играет, у меня есть минут 10, чтобы пропылесосить всю квартиру. Достаю ей игрушки, выдаю, чтобы ей было не скучно. Хотя она у меня и так лежит, играет сама с собой и дает мне время на домашнюю цель, на готовку, на уборку. Ну и элементарное время сходить в душ, привести себя в порядок. Здесь вы видите шарики, это недавно мне исполнилось 25 лет, праздновали с друзьями на даче, очень хорошо отметили, посидели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также сегодня решила пропылесосить подушки на диване, так как на них скапливается всякий сорт, волосы, ну и конечно же сам диван от всяких крошек, потому что иногда мы позволяем себе выпить чай с печеньками или с чем-нибудь сладеньким на нем. И все равно, как бы мы ни старались, на нем остаются крошки, поэтому убираем. А сейчас хочу поменять постельное белье. Как вы видите, я уже сняла старое постельное белье, ну как старое, на котором мы спали получается неделю, уже отправила все в стирку. И сейчас буду заправлять чистый комплект постельного белья. Очень люблю я ощущение чистоты, свежести и стараюсь менять раз в неделю постельное белье. Иногда, конечно, бывает и 10 дней, и 2 недели, но все зависит от качества постельного белья, потому что, как бы ни старалась, все равно истинное качество постельного белья уже можно оценить после стирки. Сейчас приступаю к уборке в детской комнате. Убираю все, что раскидала, потому что, как это обычно бывает, приходишь с прогулки, нужно срочно переодеть, убрать и некогда раскладывать все прям красиво, как-то стопочками. В общем, привожу более-менее так внешне в порядок комнату и приступаю к зеркальному шкафу. Я тут пыталась всячески заснять разводы на зеркальном шкафу, но не особо у меня это получилось. Но просто поверьте мне на слово, что он весь в разводах. Средство от Фаберли, которое с антизапотевающим эффектом, не очень-то хорошо справляется со своей задачей, потому что оставляет очень неприятные следы после себя. И в итоге я еще раз перемывала шкаф, уже просто одну тряпочку смочила в воде, протирала зеркальный шкаф, а потом уже сухой тряпочкой полировала. И тогда я добилась хорошего результата. Но с этим средством, возможно, что-то я делаю не так. Но мне эффект не нравится, и я им больше пользоваться не буду. Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас я приступаю к легкой уборке на кухне. Загружаю посудомоечную машину посудой, которая накопилась за день. Также сегодня я доела суп, который варила недавно. Тут я щеточкой промываю кастрюлю так, чтобы в посудомоечной машине она хорошо отмылась. И все, загружаю. Все, что не влезло в посудомойку, я перемываю вручную. Здесь уже я софеечку уложила спать, она у меня спит. И я, соответственно, делаю дела. Но вообще обычно я стараюсь все дела по дому делать вместе с ней. Потому что, когда она отдыхает, иногда хочется отдохнуть и мне, где-то прилечь, возможно, может почитать или просто залипнуть в интернете. Все мы люди хотим отдыхать. Поэтому в основном все дела какие-то по дому, такие энергозатратные, я делаю на ее бодрствовании. Пошла доставка из Сбермаркета. Сейчас буду с вами распаковывать и показывать. Ну и заодно раскладывать все по местам. Все, что заказала. На фоне у меня посудомойка, поэтому не особо обращайте внимания на это. Сейчас все достану сюда и буду показывать. Итак, что взяла? Начнем отсюда. Лук килограмм, ассортизелени, здесь укроп, петрушка, азербайджанские помидоры, салат. Ну тут сбор руккола и руккола, еще какая-то зелень, я честно не помню. Огурцы, 4 упаковочки по 100 грамм, наверное по 100 грамм. Сливочного масла, сливки для готовки просто творог, сметана, капуста, две зубные щетки, так как разопасть были по акции в Ашане. Гигиеничку взяла себе, так как очень нужна сейчас. Для печенья, буду печь печенье, взяла вот такие вот шоколадные крошки. Они в духовке метают и остаются такими плотненькими, хорошие. Для гостей взяла освежитель воздуха для туалета. Мы не пользуемся, но когда гости приходят, часто спрашивают. Вот, вот, также был по акции такой вот гель для посудомоечной машины для мытья. Взяла мускатный орех, такой вот молотый тоже для выпечки. Маленький майонез взяла, потому что иногда хочется салатики с майонезом, хоть и вредно, но хочется. Яичную лапшу взяла для супчиков. И яйца, нации 1,10 штук. Все. И вот это все обошлось в 3,700. Это кошмар. Цены, конечно, сейчас просто огонь. Это кто, красотка тут? Это кто тут, красотка моя настоящая? Приступаю к разбору продуктов. Продукты я убираю в холодильник без пакетов, но я не мою ничего на самом деле, потому что как-то нет на самом деле на это время с маленьким ребенком перемывать продукты до того, как уложить в холодильник. Получается, нужно мыть и холодильник, чтобы потом повторно не мыть овощи, фрукты, не важно. Вот. И, в общем, я убираю все немытым. Потом уже, когда нужно, достаю, мою и использую в приготовлении. А сейчас я режу быстренько салатик на ужин. Продолжение следует... Мы уже поужинали, я достаю посуду из посудомойки чистую, раскладываю все по месту. Сейчас мы еще будем с вами готовить шоколадный кекс с добавлением вот таких вот шоколадных капель. Покупала в Ашане. Для приготовления нам понадобится стакан муки, стакан сахара, две столовые ложки какао-порошка, полторы чайные ложки разрыхлителя для теста, все сухие ингредиенты смешиваем. И смешиваем им отдельно мокрые ингредиенты. Это любой кисломолочный продукт. Я буду использовать сливки. Стакан понадобится, одно яйцо. И все. Вот. Потом это все смешать. И в форму, и в духовку. До готовности, до сухой зубочистки. Приступаем. Смешиваем все сухие ингредиенты и перемешиваем их между собой отдельно. Смешиваем все жидкие ингредиенты. И потом все соединяем и взбиваем либо вилочкой, венчиком, блендером, что у кого есть, без разницы. Просто я использую погружной миксер, и мне и так намного удобнее, так как это скорость. К сожалению, результат у меня не получилось вам заснять, потому что нужно было и Софийку укладывать спать. И, в общем, не было до этого времени. Не получилось мне заснять, но я постараюсь в следующий раз просто вставить фотографию. Я даже не сфу не сфотографировала в этот раз кексик, но получился очень вкусный. Обязательно попробуйте этот рецепт. Я думаю, что вы останетесь очень довольны. Ну, а сейчас я занимаюсь последним делом по дому за этот день. Я промываю полы во всей квартире. Ну, уже за кадром я протерла пыль. Я думаю, что тут ничего нового я для вас не открою. Просто решила не вставлять уже это в видео, чтобы оно не получилось очень долгим. В общем, я сейчас везде промою пол и буду уже укладывать Софийку спать, сама готовиться ко сну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, когда я занимаюсь делами по дому, мне очень помогает стульчик. Пэк Парега Татами называется. Ну, как-то так. Я не знаю, как правильно произносится. Но очень удобный стульчик. Везде можно ребеночка катать с собой. Он на колесиках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сначала он как... Сначала его можно использовать для новорожденных. Он как кресло, как автолюлька используется. То есть ребенок не в сидячем положении. А уже когда ребенок садится, можно использовать как стульчик для кормления. У него есть специально присоединяющиеся столики как для кормления, так и для рисования. Хотела попросить вас написать в комментарии, какие видео вы бы от меня хотели видеть. Так как я сейчас с ребенком, с малышом, времени у меня сейчас не так много, как раньше. Но желание вести канал по-прежнему есть. И хотелось бы выкладывать видео, которые будут актуальны для вас. Если у вас есть какие-то идеи по поводу контента на моем канале, что бы вы хотели видеть, пишите, пожалуйста, в комментарии. Я к вам обязательно прислушаюсь и буду снимать. Конечно, постараюсь выпускать видео почаще, но как пойдет, честно говорю. Потому что я думаю, все мамы меня поймут. Особенно мамы маленьких детей. Сейчас у моей малышки лезут зубки. И не всегда есть столько времени, сколько хочется на наши дела. Но все-таки вести канал мне очень хочется. Поэтому жду вас всех в комментариях. Спасибо. Ну, а я уже заканчиваю свою уборку. Привожу все в порядок. Все раскладываю, расставляю красивенько. Домовая пол. И хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк. Возможно, оставить свой комментарий, рассказать, как вы совмещаете свои домашние дела, рутины с маленькими детишками. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока-пока.